Челябинск Парк Дружбы 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 района стараются учесть мнение всех жителей района и объединить старые традиции с современными технологиями. Закончить благоустройство должны к осени, хотя уже сейчас территория пользуется большой популярностью среди населения. Каждый вечер здесь настоящий аншлаг. Дети катаются на самокатах и скейтах, пенсионеры занимаются скандинавской ходьбой, молодые люди просто гуляют, места хватает всем. Очень длительное время мы здесь проживаем, наша семья, более 30 лет. И на моих глазах вот это все свершалось, как говорится, это вот это чудо, преображение. И вот в прошлом году, благодаря тракторозаводскому району, главе района, главе города Челябинска, вот началось вот это замечательное преображение. И сейчас я наблюдаю вот это чудо, когда вечером здесь очень много детей, много мамочек с колясками гуляют, дети на самокатах, на велосипедах катаются, люди более старшего возраста ходят, занимаются скандинавской ходьбой, школьники вот на спортивных площадках. Все это очень замечательно, хорошо, и нам это нравится, и жители района всегда готовы откликнуться на просьбу и приложить своей силой. Мы бы хотели организовать какие-то клумбы, и я думаю, многие жители как бы, ну, откликнутся на это и выйдут на такие своеобразные, может быть, субботники. Еще один сквер в микрорайоне Чурилова. Работы были начаты в прошлом году, а закончить благоустройство должны уже этой осенью. Здесь осталось совсем немного. Проект реализуется в рамках инициативного бюджетирования. Инициативное бюджетирование, его именно смысл в том, что мы слышим те пожелания от жителей, от инициаторов проектов, которые они бы хотели реализовать на своих территориях. Это абсолютно разные могут быть объекты, вот как я рассказал, один из таких крупных это сквер благоустройства, но там могут быть и дворы, и какие-то социальные учреждения. Группа инициативных жителей выходит с предложением, они обращаются в администрацию города Челябинска, прикладывают свое видение этого проекта, говорят о том, как они примут в этом участие, либо это софинансирование, либо это трудовое участие. Потом объект уже рассматривает комиссия городская, он рейтингуется по баллам, и те объекты, которые набирают наибольшее количество баллов, входят в программу, получают финансирование от правительства области, и мы уже здесь в районе его реализуем. Чурилово достаточно новый микрорайон, но при этом здесь отсутствуют общественные пространства, где жители могут отдыхать. Именно поэтому горожане вышли с инициативой благоустроить территорию возле школы. Началось все, конечно, с жителей нашего микроучастка. Они достаточно активны у нас, люди видят, когда, что и где им было бы удобнее оснастить, облагородить. И они обратились с таким вопросом к нашей администрации тракторозаводского района. Инициатива была поддержана. В нашей школе была организована встреча, где пришли инициативные жители, обсудили, познакомились с проектом этого всего и приняли решение. И вот потихонечку благоустройство началось. В прошлом году сделано было очень много, и вот нынче уже по весне мы видим изменения на фоне того, что было и что стало. Всем очень нравится. Люди гуляют здесь с удовольствием, потому что действительно все очень красиво, удобно и продумано. Потому что до этого, кроме дворовых площадок и оснащения дворовой прилегающей территории школы, у людей здесь, в принципе, ничего больше и не было. И поэтому вот это для них очень радостно. Они это берегут и стараются сохранить. Эта территория практически благоустроена. Осталось доделать совсем немного. Еще осенью здесь появился пешеходный маршрут, который соединил школу и водоем. А уже после подрядчики благоустроили спуск к воде и очистили пруд от мусора. В центре сквера высадили ель. Зимой местные жители смогут наряжать главный символ Нового года. И это еще не все. По периметру установили качели, лавочки, урны. Между дорожками появились кусты и газон. Природный водоем очень органично вписали в современное урбанистическое пространство. Местные регулярно кормят здесь уток. Здесь был пустырь. И жители района вышли с инициативой облагородить территорию. И поскольку мест отдыха подобных не хватает, предложили именно обустроить зону отдыха для жителей, для школьников. Школа нас поддержала и администрация также поддержала. С проектом нас ознакомили заранее, учли наши пожелания. Проект включал в себя установку освещения, устройство пешеходных дорожек, лавочек, урн, озеленение территории. И обустройство зоны отдыха для детей и для взрослых. И сейчас, как мы видим, работы продолжаются. Раньше у нас была только территория школьного двора, на которой ребята отдыхали. А теперь уже есть еще прилегающая территория, где и школьники бывают, и родители с детками, и с колясками. Много отдыхающих, гуляющих. Теперь есть где просто подышать воздухом. Это даже не только для жителей микрорайона молодого поколения детей, но также и для пенсионеров, которые могут отдохнуть, я не знаю, почитать книгу, газету и просто полюбоваться, так сказать, нашим прудом. В общем, обстановка здесь очень благоприятная, всем нравится, жители довольны. Дети качаются на классных качелях. Вот, кстати, вот круглая качеля, она антистрессовая качель. А еще освещение вечером включают, и здесь прям так очень хорошо, красиво, романтично. Центральная елка, значит, во время Нового года, после 12, все вышли семьи, здесь ходили хороводы, наряжали елку. И самое интересное, что все берегут. Мы очень благодарны, что прислушиваются к нашему мнению, нас слышат, с нами хотят работать, нас хотят радовать. Ну, нет слов, только благодарность. Между тем продолжается сбор заявок на будущее. Количество обращений по поводу благоустройства увеличивается с каждым разом. И здесь активность горожан стоит, пожалуй, на первом месте. Например, жители дворов по улице Южноуральской мечтают благоустроить местный сквер. Здесь уже есть часть инфраструктуры, территория полностью огорожена, есть тротуары, лавочки, проложено освещением. На прошлой неделе мы встречались здесь с проектировщиками, которые в настоящее время проектируют эту территорию. И жителями также послушали мнение жителей, что они хотят здесь увидеть. Они хотят увидеть здесь новые малые архитектурные формы, детские спортивные площадки. Освещение современное. И забор мы приняли вместе с жителями. Такое решение, что мы его оставим, мы его просто отреставрируем. Стоянки, которые в настоящее время существуют, они будут демонтированы. И будут сделаны бесплатные парковочные места для жителей. Планируется сделать спортивные площадки по возрастам. То есть, чтобы было разным деткам интересно. И еще мы хотим запланировать здесь отдельную площадку для выгула собак. Это тоже очень нужно. Это жители очень просят. Где-нибудь найдем место. Сейчас местные жители призывают всех соседей активно голосовать за благоустройство. По итогам голосования на портале «Активный житель 74» чулябинцы выберут прогулочную зону, которая и будет облагорожена в 2023 году. Я буду голосовать за благоустройство данной территории, чтобы могли гулять прежде всего мамочки с детьми. Это самая главная задача. Потому что в настоящее время здесь просто выгул собак. Хотелось бы видеть благоустроенную детскую хорошую площадку, на которой будут играть дети. Естественно, и мамочки будут сидеть, отдыхать и просто наблюдать за своими детьми. Ну и для пенсионеров зону отдыха какую-то тоже хотелось бы, чтобы и мы могли посидеть. Те же хотя бы столики. Ведь раньше были столики, где мужчины играли в шахматы. Вот в Саду Победы есть немножко такое. Ну и мы бы где-нибудь какие-то нашли бы себе занятия бабульки. Вы тоже бы не скучали. Вокруг нашего сквера очень много многоэтажек. И, конечно, здесь очень много молодых семей живет. И нам хочется, и им хотелось бы вот всей семьей, вот с детьми вместе, у них дети, с детьми вместе посидеть здесь в скверике отдохнуть. Ну, вот я хотела бы, чтобы наш скверик облагородили, чтобы люди могли где-то отдыхать. Ну, поставить малые детские формы, игровые там формы, освещение, конечно, здесь освещения нет. Озеленить очень хотелось бы. Хотелось бы, чтобы почище было это раз. Во-вторых, чтобы раньше здесь молодежь собирались, лавочки, чтобы сделали, скамейки сделали, деревья посадили, клумбы разбили, освещение, чтобы уютно было, чтобы было приятно встречаться. Может, побольше людей будет отдыхать здесь. Программа формирования современной городской среды предполагает благоустройство не только общественных пространств, но и дворовых территорий. В Тракторзаводском районе этому уделяют особое внимание. За лето в районе планируют благоустроить 10 дворов. Плюс сюда еще добавится часть межквартальных проездов. Это позволит благоустроить дворы комплексно и не оставлять недоделок. Продолжение следует...